Дамы и господа, в эфире Маунт-шоу с Даниэлем Кайгермазовым. Добрый вечер, в эфире Маунт-шоу, и я его ведущий Даниэль Кайгермазов. Почему Маунт-шоу? Да, потому что там с Горвиги. Ну что ж, дорогие мои, поехали. Сначала, как обычно, российские темы. Пожалуйста. Депутат от Единой России Александр Киштейн разработал законопроект, который запрещает русофобам приезжать в Россию. Инициатива предполагает закрыть въезд в Россию гражданам других государств, если они провоцируют ненависть и вражду, унижают людей по национальному признаку, оскорбляют и унижают ветеранов ВОВ и так далее. Неужели Едросне запретят въезд в Россию? Ну, судя по их антинародным законам, то самые мощные русофобы это они есть. Столько вреда нашей Родине не причинил ни один враг за последние 20 лет. Очень расплывчатый закон. По нему можно запретить въезд кому угодно и в первую очередь представителям ядра. Постоянно унижают и оскорбляют граждан. То стадом баранов назовут, то педиками, то ноющей кучкой дерьма. Прям закон имени Единой России нарисовывается. На дешевом популизме пытаются в Новую Госдуму въехать. И сами же себе копают яму. Чтобы этот закон начал работать, нужно сначала выслать русофобов из страны. Их здесь больше, чем тех, кто сюда приезжает. Не, вот серьезно. А много таких людей, которые сюда въезжают, а? Ну там Ковтун, Майкл Бом и еще пару местных телевизионных шутов. Если россияне вымирают по полмиллиона в год, то может русофобы как раз в правительстве и Госдуме? А худшее оскорбление ветеранов – это, знаете ли, пенсии ниже, чем у побежденных немцев. И уровень их жизни. Вот. Это точно. Зарубежные русофобы – это никто и ничто. От них никакого вреда. Только и могут лаять и брюзжать слюной. Бояться и бороться надо с пятой колонной у нас в стране, у которой деньги и дома на Западе. И которые учат нас жизни. Не, ну кто знает, может ядросня подготовила законопроект о запрете въезда русофобам, потому что боятся конкурентов. Не, я может не догоняю, поясните, недалекому. Этот закон каким-то образом повысит уровень и качество жизни населения. И в первую очередь ветеранов. Ну разве что проснешься утром, а единой России нет. Все за границей и в Россию их обратно не впускают по новому закону. Дальше. Путин выступил на съезде единой России и пообещал выплатить в 10 тысяч рублей всем пенсионерам. Деньги получат все и работающие и нет. Он уже подписал указ. Согласно документу деньги переведут в сентябре. Путин также предложил выплатить по 15 тысяч рублей военным правоохранителям и курсантам военных училищ. Потом подумали и решили, что выплату в 10 тысяч рублей до конца следующей недели на карту получат 30 миллионов 700 тысяч пенсионеров. Еще 12 миллионов 700 тысяч начнут получать ее с 3 сентября. Темнейший, я смотрю, решил поправить рейтинги и дросни за счет самих же налогопотельщиков. Забрать у пенсионеров 5 лет жизни и в среднем 1,5-2 ляма, чтобы выплатить пенсионерам 200 тысяч рублей. Отличный план. Политик, лидер и борец. А какой-никакой, но кэшбэк. Хорошо, что пенсионеры нуждаются в деньгах только перед выборами. Это если бы главврач предложил ковидникам дать разок вдохнуть в кислородной маске, пока они стоят на очереди из-за отсутствия ИВЛ. Похоже, плохи дела у ядросней, раз самого пахана припахали. В кои-то веки испугались даже за свой самый верный электорат. Ну, конечно, старики очень хорошо знают, кто их кинул на пенсии. Я, конечно, могу ошибаться, но все это очень похоже на прямой подкуп электората. Минуточку, за чей счет должен банкет? Кто отдачивать будет? Да ясно, за чей. У предпенсионеров отобрали и пенсионерам с военными отдали. По сути, это также деньги тех, кто не дожил до 65 лет при эффективных менеджерах. А че это военным и правоохранителям по 15 тысяч? Это, видимо, чтобы они с простым народом не сдружились. Назрел вопрос, где можно отучиться сразу на военного пенсионера с двумя детьми и попутно еще забеременеть? А то перед выборами это самая выгодная профессия, я смотрю. Все время кричат, что денег нет, а перед выборами появляются. Откладывают на выборы, наверное. Орут, что вертолетные деньги раздавать опасно, так как они разгонят инфляцию. Ну, видимо, у них сейчас все так хреново с рейтингами, что и не до инфляции. И насколько нужно не уважать себя, чтобы на это вестись? Нужно быть всего лишь бедным. Но бедному можно взять деньги и переиграть и тростню. Проголосовать за другую партию. Как-то так. Дальше. В Вологодской области агитаторы Единой России раздают фирменные крышки для закатки банок. Набор из пяти крышек прилагается к брошюрам о кандидата на выбор от партии. В соцсетях по этому поводу шутят, что не хватает только лозунга «Вам крышка». Не, ну это безоговорочная победа. С козырей зашли. Неслыханная щедрость. Теперь тот пенсионер, который последний хрен без соли доедает, может закатать его в банку на потом. Все интереснее и интереснее эта партия пытается подобрать пенсионеров. Забавно, ЛДПР огурцы раздает, ядросня, крышки. Алё, кандидаты, у кого банки? Видимо, у Миронова. Надо бы им вместе скооперироваться и идти на выборы единым фронтом. Все равно они все работают на одного пахана. Хорошо, хоть кандидаты туалетную бумагу со своей символикой и портретами не раздают. И очень зря. А я бы взял со словами в сортире в задницу таких депутатов. Кстати, пять крышек – это, видимо, намек на то, что ты сможешь закатать на зиму. А потом только хрен без соли. Как-то так. Дальше. В России подорожали гробы, кресты и оградки для вагил. Производители объясняют это ростом цен на металл и древесину стоимость. Гробов выросло минимум на 30%. Деревянные кресты на 20%, а металлические оградки для вагил в 2,5 раза. Такое заметное повышение происходит впервые за 10 лет. До сих пор цены на гробы росли в пределах инфляции. Ну, слушайте, прям какие-то лихие гробовые намечаются. Как говорится, человек должен посадить дерево, вырастить сына и, небольшая поправочка, построить гроб. Я придумал новую агитку для ядросни – раздавать вместо крышек для банок крышки для гробов. Актуальнее просто. Недавно эта партия пыталась решить борщевой набор. Теперь предлагаю решить вопрос похоронного набора. Надо бы Путина попросить решить этот вопрос. Спасибо, не надо. Мы еще от бананов с морковью не отошли. Хотя посмотрел бы я на заголовки в СМИ, типа «Путин заморозил цены на гробы» или «Путин сделал гробы доступнее». И надо будет потом уходить в рай, пока не держат цены. Вот. Блин, скоро как в древние времена. Будем ходить в лес, откидывать копыта и телом ветками обкладывать. Не-не-не-не, за ветки штраф. Это надо помнить. Да, у нас под управлением ядросни даже умирать экономически невыгодно. Дальше. Министр природных ресурсов Камчатки Алексей Кумарьков назвал дороги в Забайкаль жопой. А если есть в мире жопа, то это здесь. Речь исключительно про дороги. Так подписал фото, на котором изображен указательно Петровск Забайкальский Кумарьков. «Надеюсь, хоть в этот раз народ не виноват. А то знаем мы этих чинуш. Так-то этих жоп у нас в стране столько же, сколько донов педров в Бразилии. Ну, когда у эффективных менеджеров руки растут с того самого места, то удивляться тут особо не приходится. Ну, шутки шутками, а в чем он, собственно, не прав? Ну, скорее всего, в том, что это еще не жопа мира. Он просто другие мухосранские дороги не видел. Товарищ Кумарьков, видимо, накумарился и решил временно возглавить Министерство правды. Скучно ему, похоже, жилось. Рискует своей пятой точкой, кстати. Хотя, кто знает, тут ведь важна интонация. Может быть, это он сказал с любовью? А так считаю, что вот здесь Шойгу и должен забабахать новый город-миллионник. И наконец-то натянуть трусы на эту жопу. Эй, министр, министр, ты-то, министр, особо не заморачивайся тем, что фраза вырвана из контекста. Мы, народ, в кои-то веки солидарны с вами. Дальше. На Болотной набережной в Москве установили 12-метровую инсталляцию швейцарского художника Урса Фишера «Большая глина номер 4». По задумке автора, эта увеличенная копия комка глины является символом творчества. Однако пользователи соцсети увидели в инсталляции совсем другую глину. В Москве инсталляция будет стоять несколько месяцев. Сам художник удивился негативной реакцией граждан. А чего он, собственно, ожидал? Ну, пердец загляденье, конечно. Да, искусство прямо так и прет изо всех щелей. Я и сам, знаете, в какой-то степени и скульптор. Правда, не знал, что это так ценно приходилось смывать. Кто ж знал, что муки творчества нужно бандеролию отправлять в союз художников. Царь-колокол есть, царь-пушка есть, вот теперь и царь-какуля появилась. Я бы еще поставил рядом скульптуру Людвига Аристарховича с фразой «А кто это? А кто это?» Не, серьезно, как будто кто-то навалил в самом центре Москвы. «Куда смотрит Собянин?» Ну, ему, наверное, и понравилось. Видимо, долгое время вместе с Министерством культуры не могли завуалированно придумать, как они хотели наложить на хотелки народа. «Ну, хоть не воняет». Так ковид же! Ща мало кто чувствует запахи. Да уж, если бы не написали, что это глина, я бы, наверное, тоже подумал, что это большая говнина. «Да, это я. Очень правильничаю». Для завершения композиции не хватает большой мухи, ну или унитаза рядом, специально для тех, кто пуляет мимо. Может быть, это памятник собачникам? По весне, знаете ли, из-под снега такие скульптуры очень часто появляются, как грибы после дождя. «Какие контуженные художники пошли?» Ну, отчасти согласен, но здесь больше контужены это те, кто в мэрии заседают и утверждают вот такие проекты, тратя деньги в буквальном смысле на дерьмо. Мало нам тут было своего дерьма, так еще и швейцарского навалили. Ну, а художник, что же художник? Художник просто деньги зарабатывает. Дальше. То ли заснувшего, то ли еще чего. Короче говоря, судью Ногинского городского суда в Московской области сняли на видео. Судья из Ногинского городского суда проспал весь процесс, а в конце заседания судья встал и вынес приговор, удовлетворив иск обвинения. Говорится в СМИ. Сумма иска составляла более миллиарда рублей. Рассматривалось дело о рейдерском захвате. Сторона защиты намеревается обжаловать решение. Тишина в зале, суд спит. Спать он хотел на ваше возмущение. Ну, в Госдуме спят, а судье почему нельзя? Тем более, если решение возможно было принято задолго до заседания людьми повесомее, чем судья. Ну, прям как в Госдуме. Так что судья может и поспать. Кто знает, может во сне у него был еще один более важный судебный процесс. А куда остальные смотрели? Нет бы подойти, пнуть его в бок и сказать, мол, храпишь громко, давай потише, суд идет. А может пьяный был? Не, не пьяный, нет, а опьяненный красотой судебного процесса. И не спит, а вчитывается в текст, написанный мелким шрифтом. Дело закрыто. Дальше. В Серове перед приездом губернатора Хуевашева помыли грунтовую дорогу. Хуевашев разнес главу Серова, запалив грунтовой дороги. Случайно узнал, что улицу в Серове перед моим визитом палили водой. Видимо, для этой улицы это такая редкость, что жители вышли посмотреть на поливальную машину, как на чудо. Василий Витальевич, зачем это? Вы бы там еще асфальт перед моим приездом положили, написал Евгений Хуевашев у себя в инстаграм. Полив данной дороги произведен по заявке местных жителей, заявил пресс-секретарь главы Серова. Ну хорошо, хоть не пропылесосили и мылом не помыли. Ой, разнес так разнес. А чего собственно нет? Почему нельзя положить асфальт? Хоть какая-то польза была бы от этого приезда. Надо было предложить и продолжить, точнее, и заявить, зачем это? Вы бы тут еще амбулаторию построили. Вы бы еще канализацию провели. По просьбе местных жителей помыли, говорит. Интересно, жители сами-то в курсе о своей просьбе. Народ, судя по кадрам, сам в шоке. Наверное, впервые видят такую технику. На зрелище вышли посмотреть. Ладно, хоть разметку не начали рисовать на грунте и траву в зеленый цвет не покрасили. Это наши чедуши тоже умеют. Барин, видите ли, недоволен тем, что назначенный холоп побеспокоился о том, что его костюм не запылился. Чтобы барин пылью не дышал, не оценили. Вы знаете, нормальный губер заявил бы, и что лучше от этого стало, лучше бы асфальт положили. А этот, вы бы еще асфальт положили. После таких слов я бы на месте жителей попросил бы еще раз пройтись поливалкой. В таких случаях поливать дорогу нужно не до, а после приезда. Дальше. В Тульской области маскотом местного МЧС стал, мягко говоря, очень странный пряник-спасатель. На торжественной церемонии его приняли в ряды МЧС и вручили медаль за пропаганду спасательного дела и удостоверение. На погонах у него вместо звезд самовар. Планируется, что этот пряник будет посещать детские сады и школы и учить детей правилам безопасности. Твою ж мать, что ты такое? Губка-боб, огнеупорные штаны, на погонах сабовар. Это что за новое звание такое? Чайник. Выглядит так, будто недавно конопленное поле я тушил. Ему надо ввести лекции о вреде курения Штормиловки. Судя по физиономии, ему либо очень хорошо, либо очень плохо. Не могу понять. Зато у торчков появится новый термин – состояние «тульский пряник». В таком виде разве что только банки грабить? Полкан рядом, по-моему, сам в шоке от этого персонажа. Его даже жалко стало. Целый полковник, скорее всего даже герой, а приходится клоунадой заниматься. Твое лицо, когда начальник даун, но приказы не обсуждают. Он просто вытянул жребий фоткаться с упоротым пряником в форме. Мужика можно понять дальше. В России избирком зарегистрировал активного члена ЛДПР по фамилии Люцифер. Я новости. На выборах в Думу Нефтьюганск от ЛДПР будет участвовать Лилит Люцифер. В ЛДПР не видят в этом ничего необычного. Как сообщается, получить комментарий от самой Лилиты Люцифер журналистам не удалось. Видимо, собрала 666 подписей и открыла портал в ЦИК России. Ну, хоть с отоплением проблем в городе не будет. Правда, тарифы рискуют стать адскими. Может, у нее не все в порядке с головой? Ну, знаешь, ей тогда 100% самое место в этой партии. Я, в принципе, именно так членов ЛДПР себе и представлял. Уверен сам сатана большой поклонник Жириновского. Прикинь, если она станет президентом, так и вижу заголовки в зарубежных СМИ. Люцифер угрожает Западу. Президент США договорился с Люцифером. Байден оказался марионеткой Люцифера. Или в российских СМИ. Люцифер принял участие в крестном ходе. Люцифер поздравил всех с Курбан Байраном. Вот тена! Шамана посадили в психушку, а Люцифер избирается в Думу. Выставлять на выборы бабу, возможно, с полностью поехавшей крышей, это, по-моему, полный пердец. Да ладно. Надо больше поехавших в Думу. Пердец должен быть фееричным. Кстати, был у меня знакомый с фамилией Гнида. Мне кажется, замечательная фамилия для политика. 24-летняя следователь из Омска Мадина Шукенова влюбилась в обменяемого Михаила Сербина, чье дело вела. Девушка помогла ему сбежать. Парня подозревали в краже денег с банковского счета. Суд избрал ему меру пресечения в виде подписки о невыезде. В июле Сербин неожиданно пропал, правда, бегал Михаил недолго. 26 июля на окраине Омска оперативники остановили Тойоту Камри, за рулем которой находился беглец. Машина принадлежала следователю Мадине Шукеновой. История любви закончилась печально. Чего это печально-то? На мой взгляд, очень даже отлично она закончилась. Закономерно. Джокер и Харли только очень и очень тупые. Ведь из Омска нельзя просто так взять и сбежать. Хотя отлично адаптация от фонда кино. Ну или краткий пересказ фильма «Отряд самоубийца» 2016 года. Следователь, ты должна была бороться со злом, а не спать с ним. Думаю, надо бы пересмотреть все уголовные дела, которые вела эта следователь. Мало ли там в кого она еще влюбилась. Ей 24 года. Тут, кстати, тоже много вопросов. Такие могут и маньяков, серийников отпустить, потому что они очень похожи на вампиров и сумерек. Душечки. Ничего смешного в этом нет. Дальше. Друзья мои, не устану повторять, вы и есть главный двигатель Маунт Шоу. Только благодаря вашим стараниям наш проект выбивается в тренды и в рекомендованные. То есть к нашим потенциальным подписчикам. Не забывайте, пожалуйста, оставлять комментарии под выпуском. Ставьте лайки, если выпуск вам понравился. Делитесь выпуском со своими друзьями в соцсетях. Это очень сильно помогает нам в борьбе с Ютубом, который вводит почти под каждый наш выпуск ограничения. Но вас-то им не победить. С вашей волей помочь Маунт Шоу им точно не справится. Будем вам очень благодарны. Вот. Так, ладно, хватит на сегодня с домашних новостей. Отправляемся за бугор, так сказать, за бугровости, чужие странности. Поехали. Трамп считает, что переданные армии Афганистана, американские боевые вертолеты теперь попадут к России. Миллиарды и миллиарды долларов новейшие вертолеты Black Hawk, которые теперь будет изучать Россия, потому что это лучшая техника в мире, заявил экс-президент. В свою очередь издания Аль-Арабия заявляют, что талибы, запрещенные в России организацией, также завладели несколькими американскими самолетами и противотанковыми ракетами. Опять Россия виновата. Оставили свое барахло, а не виноваты мы. Вот дает, новейшие вертолеты Black Hawk. Да кому эта рухляць в витнамских времен нужна? На этом хламе талибы разве что будут таксовать. Лучшая техника в мире. Ну, если уже этих пенсионеров они считают лучшими в мире, то хотя бы понятно становится, чего они так драпали оттуда в спешке. Понятное дело, что Трамп популизмом и троллингом занимается. Но нахрена это делать за счет России? А так я смотрю, талибы уже из собственной авиации обзавелись. Я уже молчу про стальное оружие, брошенное пиндосами. То, что шумеры просят у США уже восемь лет, эти за две недели получили. Трамп призвал Байдена с позором уйти в отставку из-за ситуации в Афганистане. Трамп назвал действия Байдена в Афганистане величайшим поражением США в истории. Говорит, предал всех, кто сотрудничал с США. Ой, а сам-то, сам-то предал сирийских курдов, уж молчал бы уже. Так ведь еще и сам собирался вывести всех своих вояк из Афгана. Хотя, знаете, Доня теперь всегда может сказать, что он бы сделал это по-другому. Победоносно и величаво. Трамп столько говорит в последнее время, что ему пора уже писать книгу о том, как Байден просрал Америку, которую Трамп сделал великой. Столько поводов у Дони мочить старика Джо. Надо было еще заявить, что темнейший повлиял на Байдена на встречи и завербовал его, почему бы и нет. Талибы из-за причины в России начали разыскивать помогавших США и НАТО афганцев. The New York Times. У талибов оказался список адресов афганцев, которые сотрудничали с иностранными силами, заявил Байден. Эти списки им передали сами американцы. Говорят, хотели так ускорить эвакуацию из Кабула. Талибы должны были пропустить их в аэропорт, но что-то пошло не так. Теперь этот список называют расстрельным. План, конечно, надежный, как швейцарские часы. И что же могло пойти не так? Чем меньше людей, тем быстрее пройдет эвакуация, подумали американцы. Этот Джо еще тупее, чем Джордж Буш. Я-то думал, у него просто дебенция. Передать врагу списки всех своих агентов. По такой логике, американцам Гумании было бы самим отправить в рай всех своих агентов. Ибо эти мужики отыграются по полной. Там еще целая серия бабахов произошла в аэропорту. Ничего в этом веселого, конечно, нет. Но как-то очень странно звучит, что талибы, запрещенные террорюги в России, заявили, что бабах устроили ИГИЛ, тоже запрещенные террорюги в России. В интересное время живем. Террорюги совершают бабахтический акт в отношении других террорюг. Тут главное в ходе следствия не выйти на самих себя. Еще забавнее то, что Байден трындел, что выводит войска, потому что американцы полностью укокошили ИГИ и всех остальных бандюк в Афганистане, которые устроили взрывы в аэропорту Кабула. И поэтому они уходят. Этот победитель, я бы даже сказал побездун, может внятно ответить, чем НАТО и США занимались 20 лет в Афганистане. Я уже не удивлюсь, если из зениток под конец эвакуации по транспортникам начнут пулять. Дальше. Украинский боец Жан Беленюк, который принес единственное золото на прошедшую Олимпиаду, заявил, что в центре Киева к нему подошли люди и выкрикивали фразу «Обезьяна! Что ты знаешь о патриотизме? И уезжай в Африку!» Борец и нардеп от «Слуги народа» усомнился, что его могут защитить в своей же стране. Задается вопросом, насколько может безопасно себя чувствовать олимпийский чемпион на Украине. И нормально ли такое поведение в европейском государстве? Нет, такое ненормально в европейском государстве. Но причем тут Украина? И кому он нахрен задает эти вопросы? Самому себе, как депутату отправящей партии, которая понапринимала законы в угоду упоротым нацикам. Унтер-офицерская вдова высекла сама себя. Да, да, обезьяны подошли к олимпийскому чемпиону и оскорбили его. Но чья партия в этом виновата? Беленюк, чаще и больше подписывая такие законы, будет еще веселее. Да и в чем проблема? Главное ведь, что нацики выкрикивали эти слова не по-русски. У тебя-то, в отличие от остальных ущемленных в своих правах, есть высокая трибуна. И очень печально, что ты, Беленюк, эту трибуну используешь только ради того, чтобы защитить свою задницу. Депутат Верховной Рады Украины Олег Волошин придумал, как остановить строительство газопровода «Северный поток-2». По его мнению, такой сценарий возможен только при условии колоссального разрыва США с Германией. То есть США нужно просто вдрызг поругаться с немцами, заявил Волошин. Какой же сложный выбор для США? Германия или незалежная? Вдрызг из-за шумеров. Украина слишком много о себе думать. Мозгов у меня нет, но есть идея, заявил нардеп Волошин. Слушайте, как говорит мой очень хороший знакомый, когда мне становится стыдно за наших контуженных чиновников, то я вспоминаю про украинских и на душе как-то легче становится. Вся украинская политика в одной фразе «Просто вдрызг надо поругаться». Шумерским политикам не «Северный поток» надо останавливать, его уже не остановить. Шумерским политикам надо запускать себе мозги, если они там вообще есть. Ибо всем уже давно ясно, кроме украинцев, что как раз именно чтобы не поругаться вдрызг с Германией, США были вынуждены отказаться от санкций против «Северного потока-2». Дальше. «При новости в Крыму с радостью примут украинскую власть», уверен президент Украины Владимир Зеленский. «С радостью примут киевскую власть, поверьте мне», заявил Зеленский. «Чего ради, намовишь парить и трезубцы из арбузов и прочей фигни выкладывать? Ну не мосты же строить с аэропортами». «Походу у него таблетки закончились». «Наоборот, подвезли». «На Украине, знаете ли, тоже с радостью примут украинскую власть, только вот где ее взять?» После слов «Поверьте мне», я традиционно включаю вот этот ролик. «Я обещаю, в следующем году мы вернем Крым». «Я, конечно, слабо в это верю, но как президент я обязан вселять вас доверие, веру в завтрашний день, бла-бла-бла и всякую сушь». Согласитесь, забавно, да? Что человек, который высмеивал Порошенко за бесконечные возвращения Крыма, теперь сам же несет такую же херню. Правда, теперь уже на серьезных щах. И стоит отметить, что в роли комика он был убедительнее. Хотя нет, более убедительно Крым возвращал только мэр Геническо Воробьев. Ты, зелья, сначала президентом-то хоть стань своей страной и перестань бегать от нациков для начала. Украинский самолет, который якобы угнали из Афганистана, неизвестный, на самом деле был выкуплен богатыми беженцами для полета в Иран. Они заплатили экипажу самолетов валютой, золотом и драгоценными камнями. Ранее замминистра иностранных дел Украины заявил, что неизвестный в аэропорту Кабула угнали шумерский самолет, предназначенный для эвакуации украинцев. Позже спикер МИДа незалежный опроверг это заявление, сообщив, что все самолеты, которые Киев использовал для эвакуации из Афганистана, успешно вернулись на Украину. Короче говоря, видимо, решили немного подзаработать. Свадьба в Малиновке, афганская адаптация. Я бы даже сказал, свадьба в Кабуловке. Шумеры под шумок умудрились таксовать в самой горячей точке. Устроили, мать твою, коммерческие рейсы в Тегеран. Ну вот как они это делают? На ровном месте умудряются в какую-нибудь нелепую анекдотическую ситуацию влипнуть. Как только вышла новость про угон, первая мысль была о том, что сусидов просто купили. Никто бы мог подумать. Так и оказалось. Вылетели спасать своих граждан, а в итоге спасают богатых афганцев. Наверное, им теперь стыдно за это. Жалеют, видимо, о поступке. Да, жалеют, что не прислали Мрию. Туда бы больше золота и долларов поместилось. Германия эвакуировала из Афганистана 22 500 литров пива, пивных напитков, вина и шампанского, пишет Бильд. Чтобы вывести алкоголь, власти ФРГ выделили дополнительные транспортные мощности. При этом журналисты издания недоумевают, почему не эвакуируют из стран всех афганцев, сотрудничающих с Бундесфером. А это переводчики, офисные сотрудники и так далее. Вполне адекватные и образованные люди, чьей жизнь оказались дешевле немецкого пива. Что там вообще происходит? Какие-то паралимпийские игры по эвакуации беженцев. Американцы эвакуируют собак, попутно передавая списки афганцев талибам. Шумеры таксуют на самолетах, вывозя местных шейхов за бабло. И тут немцы, как вишенка на торте с фразой, подержите-ка мое пиво. Охренительные миротворцы, я вам скажу. Спасти рядового Пилтнера. Афганцы не пьют алкоголь. А, ну тогда вывозим, подумали немцы. Это реальная безумная ситуация, даже больше похожая на панораму, чем новости в самой панораме. В общем, на этом все. Если выпуск вам понравился, дорогие мои, не забывайте подписываться на наш канал, на нашу страницу ВКонтакте, в Фейсбуке, в Телеграм, Инстаграм, в Одноклассниках. Здесь информация о готовящейся выпусках. Ссылки в описании. Ну и, конечно, ставьте лайки, дорогие мои. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин